Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марине Истик. Сегодня 12 марта 2020 года и я по совету своих подписчиков купила себе новые весы двух разных моделей. Одна модель с чашечкой. Вот чашечку вынула специально для того, чтобы диаметр весов был побольше. Это все, что я смогла найти в продаже в интернет-магазине Озон, в котором люблю заказывать себе разнообразные товары. Так как щенки у нас маленькие, кроме как кухонные весы, для них ничего другого не подберешь. У нас вес от граммов, поэтому напольные, если только вместе со мной, но это тоже высчитывать вес. Какие-то специальных для животных в наличии не было. Вот все, что выбрала, самое большое, чтобы помещались щенки без коробочек, но специально взяла одни маленькие для, вот так скажем, малышей, которых можно посадить вовнутрь и вынуть даже вот эту специальную чашку, и чтобы было удобно. А вторые вот такие плоские, на которые можно при условии, если у меня собачка большая, поставить коробочку и взвесить щеночка. Самое смешное сейчас расскажу, выпущу девчонку. Шанелька сейчас покажу, расскажу про Шанельку. Кило 250, но она крутится, то кило 300, то кило 250. Шанелька. Шоколадно подпалая девочка, 2,5 месяца, находится в продаже. В 2 месяца была произведена актировочка. Брака и дефектов у Шанельки не обнаружено. Девочка имеет первую прививку по возрасту. А также метрику щенка и клеймо РКФ. открыто для продажи по Санкт-Петербургу можно уже приехать, купить, забрать. В другие города надо ждать еще карантинчики. И вот ее сестреночка Лилушенька. Сейчас мы ее поймаем, нашу красоточку, активный ребеночек. Попробуем ее взвесить, пока у меня весы не выклеют. Ой, это Фима-то, Фима-то тоже хочет взвешиваться. Так, Лилуша. Лилуша потолще. Так, скажи, весы ваши. Ой, Лилуша в весы не очень-то и хочет помещаться. Так, Лилуша села на весы. На этих весах она показывает мне 1,6 кг. Давайте попробуем на вот этих плоских, больших весах. Весы перед этим, сейчас объясню, зачем у меня тут стоят вот эти странные. Вот смотрите на плоских, что у нас получается. Вот, вот так удобно. Да, с Лилушей она покрупнее. Если Лилуша убегать не будет у меня с весов. Лилуша 1,6 кг. Ну, почти 1,7 кг без каких-либо граммушков. Лилушенька также недавно, она родная сестра Шанельки. Ее зовут Шерель из Шанти. Девочка без брака, без дефектов, очень красивого окраса. Имеет также метрику щенка, прививку по возрасту. Обе девчонки боевые, активные. Лилушка толстушка, откровенно говоря. Тут у нас вес еще за счет. Так, родители. Вот эта толстуша шоколадная, коричневая, которая у белой миски. Это мама Шанельки и Лилуши. Сейчас, дорогие друзья, это говорю подробно не для подписчиков моего канала, которые все знают и вместе со мной растят этих щенков, а для потенциальных покупателей. У меня заинтересовался человек конкретными щенками и хочет выбрать из нескольких девчонок определенного окраса. Вот для этого человека я сейчас комментирую, что я показываю. Это Мася. Мася это папочка нашей, папочка Чейси Сноудей, мамочка другая, и папочка наших Шерель из и Шанельки. Масик в ноябре 2020-го будет 6 лет. Масик весит полтора килограмма. Вот такой у нас огромный пес. Дети его уже давно переросли. Так, Эшлик, как всегда в кругу, как всегда в кругу друзей в веселых играх передает мамочке Танечке приветик. Лилушка играет с киской. Все ребятки у нас растут, как вы видите, щеночки два с половиной месяца. Вот с самым младшим, с самым старшим пять месяцев недавно исполнилось. Растут без клеток, без загонов в семье с родителями, с тетками, с дядьками и просто со взрослыми собачками, с подросточками. И, как вы смогли уже заметить, абсолютно адекватно реагируют на такой большой коллектив дружный. Играют, веселятся, все подвижные, все активные, замечательно относятся к посторонним людям, которые приходят к нам в квартиру. Поэтому, когда некоторые говорят, я хочу прийти и посмотреть, какая собачка выберет меня, такую куплю, я хочу не сам выбрать, а чтобы меня собачка выбрала, друзья, вы крепко попадаете. Берите с собой тогда чемодан отрезенник, потому что к вам подбегут все собачки, все заберутся к вам на руки, все будут вас целовать, и маленькие, и большие. Поэтому, если вы хотите, чтобы вас выбрал пес, готовьтесь, вас выберут штук 20 псов, которые захотят к вам забраться на ручки, обцеловаться, облизаться, и уехать к вам пожить. Что еще рассказать про ребяток, про ребяток. Подрастают у нас еще три девчоночки, которые родились 16 февраля, и вот через несколько дней мы будем праздновать все вместе с подписчиками моего канала. Целый месяц уже девчонкам исполнится. Эти ребятушки, вот которые у нас здесь на кухне играют, уже, вот повторяю, готовы к продаже по Санкт-Петербургу, то есть их не надо резервировать, их можно приехать, купить и увезти. Они уже самостоятельно кушают сухой корм, они приучены к пеленке по мере, скажем так, возраста, насколько это возможно. Пеленки мы используем многоразовые, их можно приобрести в нашем питомнике или в интернет-магазине. Такие пеленки продаются, специализированные для собачек. Подробные видео про содержание кормления щеночков есть на канале нашего питомника. Совсем недавно делали видео, что необходимо купить щеночку перед тем, как он приедет в ваш дом. Цесана Тенерица переезжала в новый дом и делали подробные видео, что необходимо купить для собачки. Гости нашего канала могут посмотреть в плейлистах. А также я там рассказывала и показывала про документы, какие вы получаете со щеночком и все-все подробности. Ежедневные видео утром и вечером о буднях нашего питомника выходят на опубликованное на канале нашего питомника в Ютубе и в Инстаграм. Дублируем, а также в другие соцсети, где зарегистрирован наш питомник. Это и Контакт, и Фейсбук, и Одноклассники. То есть информации достаточно много. Поэтому, если вы хотите приобрести щеночка в нашем питомнике, особенно вот в таком возрасте, когда он готов к продаже, имеет смысл внимательно посмотреть все видео. У нас очень много общих видео про поведение щенков в доме, про детей и родителей. Вот мама и дочка, они регулярно хулиганят у нас вдвоем. посмотреть видео хотя бы за последние скажем там несколько дней, сделать какой-то уже определенный вывод, так как нет смысла приезжать к нам в питомник, смотреть какого-то щенка, ехать домой и думать, какого же вы купите. В силу того, что многие щенки из нашего питомника продаются в другие города, продажа в другой город, это делается так. Звонит человек, говорит, кто ему понравился, переводит часть стоимости щенка переводом на карту, щенок убирается с продажи, человек берет билеты, приезжает, забирает щенка. Все, то есть как бы скажем, скорость вот этих продаж, она достаточно непредсказуема. У нас бывает за неделю проданы по 6, по 7, по 8 щенков, бывает вот так вот сидят дружной компашкой, не продаются, не продаются, за 3 дня продали половину из того, что было, готовых к продаже. Щеночки, которые подрастают, будут открыты для резервирования, но, скажем так, пока про них ничего не известно. Я уже объясняла и рассказывала, как меняется внешний вид, рост и вес в этой породе с возрастом, поэтому, если вы хотите мало-мальски что-то гарантированно узнать про собачку, кроме того, что у нее хвостик без заломов и, скажем так, рождена без прибыльных пальчиков, лучше брать подрочного щеночка. На сегодняшний день три подрочных щеночка чихуа сентябрьские ждут своих мамочек и папочек. Про них также есть видео и с измерениями размера, и веса, и общее видео, как они реагируют на посторонних. И недавно переехала цесаночка в новый дом, это как раз-таки сестренка оставшихся ждать мам и пап с залией цериуса и цезариона. И как раз-таки есть уже видео на тему, как они хорошо приживаются в новых семьях. То есть, вся информация настолько открыта и доступна специально для того, чтобы проще было определиться с выбором, особенно тем людям, кто не имеет возможности приехать вживую и посмотреть на собачку, жителей других городов. Ну, и я уже рассказывала о том, что я не очень приветствую приезда в наш дом для того, чтобы просто посмотреть, полюбоваться, а потом поехать подумать. Мы все-таки не имеем так много свободного времени, это раз. Второе, у нас в доме постоянно находятся девочки, которые вот сейчас откормили своих деток, они, получается, группа риска с пониженным иммунитетом после кормления детей. Девочки, которые сейчас родила, и она кормит, тоже группа риска с пониженным иммунитетом. Беременные собачки, группа риска, щеночки, есть привитые, есть непривитые, поэтому, скажем так, для этого я делаю вот эти видео, на которых все подробно рассказано и показано, и если вы уже, скажем, 99 из 100 уверены, что вы едете покупать, тогда добро пожаловать в наш питомник. в противном случае погода у нас сейчас, так скажем, весенняя, на своей обуви, одежде вы можете принести по воздуху просто разнообразные инфекции в наш питомник, мне это ни к чему не надо, поэтому, если нравится пёс, как правило, покупают, люди определяются достаточно хорошо по видео даже, как бы, это гораздо лучше, чем фото, тем более, что у нас видео выходит несколько раз в день, и поведение видно, и на все вопросы уже отвечали по 100 раз, то есть приезжать сюда, стоять по полтора часа, любоваться, как играют мои собаки, у меня, к сожалению, или к счастью, нет такого количества свободного времени, для этого делаются вот эти видео. Прошу понять, меня правильно, если нравится щенок, человек приезжает и покупает, если не нравится, вот эта потеря времени и моего, и вашего, она никому не нужна. Кто не подписан на канал нашего питомника, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить новые, интересные, а возможно, для кого-то и полезные видео о жизни наших питомцев. С подписчиками моего канала я не прощаюсь, и да, я обещала показать, для чего же у меня тут стояли эти пачки с кофе, я перед тем, как взвешивать щеночка, пыталась взвесить, вот здесь вот, есть у меня упаковки стандартные, кофе, например, 250 грамм, и просто сравнить, написано 250 грамм, причем тут написано, что это масса, нет-то 250 грамм, ну, и просто хотя бы для того, чтобы узнать, насколько эти весы точные, так как я их просто только что купила, здесь у нас 256 грамм белые весы показывают, здесь у нас показывают 257, но я думаю, 1 грамм не критично, далее я сравнивала вес отрубей, вот они, 150 грамм, и у меня показывают вот эти весы 151 грамм, а вот эти весы показывают 150 тоже 1 грамм, то есть вот с этим товаром у нас более-менее. это ракушка для улиточек у меня, она весит килограммчик такая вот фасовочка масса килограмм, я правда не знаю, нет-то или нет, но будем пробовать взвесить, значит, здесь получается 976 на этих весах, здесь получается тоже 976, то есть между собой более-менее эти весы точны, насколько они уж точны, по, ну, скажем, прямо так, вот 250, оно тут не 250, а 257, и здесь 256, 257, поэтому, бог его знает, более-менее сошлись в написанном 150 отрубе, вот отрубе у нас соответствует заявленному на пачке, упакованной в магазине, и на наших весах, уже 1 грамм этот мы уже простим, вот, поэтому сегодня вечером мы будем взвешивать малышей наших вот на этих весах, специально для этого купила вот такие, они смешные, еще с мисочкой, но это для продуктов, поэтому, в принципе, я ее вынула, для того, чтобы она у меня, ну, скажем, больше места было, зато я сегодня не буду переживать на весах, что у меня убежит кто-то на пол, и надеюсь, мы узнаем точный вес наших девчонок, чтобы подписчики моего канала не переживали, что у нас девчонки худеют, девчонки у нас не худеют, отлично они кушают, Борис, вообще вот, Боря, ты в кайфе, да, тут в релаксе, Боря тащится, кузякой кверху в лежачке, Лелушка, как всегда, его кусь-кусь, и Эшлик тоже разбудил Энтони, а Эврика спит, наигралась, Боря, ты даже язык, что ли, там высунул изо рта, одним словом, новости у нас, все хорошо, все живы, все здоровы, все бодры и веселы, завтра буду делать видео на тему связала новые шапочки, новые модели с новым рисунком, буду опять показывать на ваш суд, на вашу оценку, так что, сегодня еще довяжу несколько вариантов, для того, чтобы определиться, какие удачно, какие всем нравятся, такие будем массово вязать, на этом я не прощаюсь, просто заканчиваю это видео, следующее видео у нас со взвешиванием малышей, буквально через пару часиков, на новых весах, наши девчоночки будут взвешены, поэтому до скорой встречи на канале питомника Марии Мистик, здоровья вам и вашим питомцам!